Коллеги, друзья, мы продолжаем продолжать в оффлайн формате личное присутствие и участие. И сейчас к микрофону приглашаем ООО «Крупфлит» Беларусь автоматизированной системы защиты растений дронами, обеспечивающая работу флота дронов до 6 штук при участии одного оператора. Для меня новое лицо. Хорошо. Согласен. Кликер, добро пожаловать. Ваши 5 минут. Добрый день. Меня зовут Шаманский Андрей. Я рад вам представить стартап «Крупфлит» — комплексы дронов для внесения средств защиты растений, которые решают глобальные экологические и экономические проблемы. А именно, ни для кого не для нас не секрет, что есть урбанизация, что люди уезжают из села и некому работать. Но мало кто знает, что в селе есть такая операция внесения пестицидов, которая является самой частой операцией в сельском хозяйстве. В среднем 5 раз в год каждое поле в мире обрабатывается. Эти два факта накладываются друг на друга и создают вакуум на 200-миллиардном рынке, который требует беспилотных решений. И эти решения есть. Это дроны. Дроны — не новость сельскохозяйственной на рынке. Уже более 5 лет они используются, причем рост 35% в год. Но при всей своей дешевизне и эффективности сейчас это все больше похоже на хобби для любителей. Для 99% фермеров и крупных сельхозорганизаций это не подходит. Мы решили сделать коробочное решение, которое подойдет как для мелкого фермера, так и для крупных сельхозорганизаций. Дроны производят сотни компаний в мире, перепродают китайские десятки тысяч, но только три компании делают продукт, который может закрыть потребности 200-миллиардного рынка. И мы одни из них. Мы во многом технологически опережаем данные стартапы, но уступаем в том, что у нас нет лицензий США. И на данный момент, на прошлой неделе наш коллега полетел в Северную Каролину решать этот вопрос, ставить галочку вместо крестика. Мы сконцентрированы на том, чтобы сделать софт, который позволяет через один интерфейс управлять фермеру довольно-таки сложным комплексом, но управлять просто. А также на роботизированных системах, которые позволяют одному человеку обслуживать до шести дронов и при этом не соприкасаться с пестицидами. И за последние два квартала 2021 года мы продали, разработали сначала и продали три MVP, вчера продали четвертый, подписали. Собрали предзаказы на 2,5 миллиона долларов, а также нашли несколько ангельских инвесторов, которые помогли нам деньгами. И главное, у нас сейчас есть 12 высококвалифицированных инженеров и разработчиков, которые придают value с каждым днем нашему проекту. В 2019 году мы увидели, что дрон при том, что стоит примерно в 10 раз дешевле, такой же по производительности и поняли, что наш путь в продукт, который будет работать из коробки, который будет безопасен. И большинство фермеров смогут его внедрить. Наша бизнес-модель основывается на прямой продаже сельхозорганизаций, либо контрактору, так как комплекс мобилен растет в мире farming as a service, когда оказывают услуги в сельском хозяйстве. Наш комплекс для этого очень подходит. После продажи нашего комплекса мы берем fee за каждый гектар, обработанный с помощью нашего решения. За это мы предоставляем софт и заменяем основные расходники. То есть фермеру ни о чем не нужно думать. Мы фандрейзим 580 тысяч, 150 мы уже привлекли, остальные рассматриваем. Для реализации нашего проекта нужно три основные экспертизы. Это агрономия, это программирование харда и софта в флотилиях дронов, а также роботизированные системы. И все эти три экспертизы более 10 лет в каждой из областей есть у наших фаундеров. И на данный момент им помогает 18 человек еще. Это инженеры, программисты, бизнесмены, которые делают проект сильнее с каждым днем. И делают этот проект с улыбкой, потому что мы не только про то, как занять 200-миллиардный рынок своим решением, а про то, как соответствовать 9 из 17 целей устойчивого развития ООН. Наш проект под них подходит, и поэтому мы видим в этом не только коммерческую часть, но и часть, что мы можем что-то сделать для экологии и для человека. Спасибо. Отличный живой пич, честно говоря, увлек полностью, ответил на все, наверное, вопросы, которые могут стоять у комиссии. Первый самый слайд, ваша реплика по поводу того, что самая частая сельхозоперация по внесению удобрений... И при этом самая опасная. ...заставила отвлечься. Да и я всю вашу презентацию только об этом и думал. Хочу спросить у Агропромбанка, наверное, как у экспертов. Это действительно так? Потому что я помню с детства, что самая частая сельхозоперация – это утренняя, обеденная и вечерняя дойка, которую делала моя бабушка. В растеневодстве, да? А, все. Окей. Я там просто увидел значок Агропромбанка, и он у нас в комиссии. Вычеркнем его мнение по вашему поводу. Либо на два умножим. Я заинтересован. Нет? А с чего вы решили, что мы будем вам подыгрывать? Хорошо. Может быть, какие-то более серьезные вопросы от членов комиссии есть? Я так и предполагал, что Евгений Власенко от Политехника задаст вопрос, потому что дроны – это в том числе и про него. Добрый день, Власенко Евгений. Подскажите, а что именно вы разрабатываете? То есть из всего изделия комплекса, который у вас представлен, что покупное, в чем именно ваш вклад? Какой кусочек? Спасибо за вопрос. В точку. В этом самое главное. Мы не разрабатываем сами дроны, сами их рамы, моторы. Мы делаем контроллеры и софт, который ими управляет, чтобы сделать, во-первых, интерфейс своим, и чтобы фермер мог безаварийно работать с дронами. То есть это часть в дронах. Плюс мы делаем полезную нагрузку. Полезная нагрузка в дроне-миссии – это мультиспектральная камера с модулем, который определяет контуры, а также полезная нагрузка – это РТК-датчики, то есть датчики позиционирования. Это что касается дронов. Что касается роботизированных систем, мы уже сделали систему приготовления рабочего раствора. То есть это система, которая смешивает воду с пестицидом и заливает ее в бак дрона с точностью до 2 мл. В том числе работает с ненетоновскими жидкостями, то есть жидкостями, которые тягучие, и заправляет их в баки. Следующая наша система, которую мы разрабатываем, уже дальше автоматизирует работу и автоматизирует замену батареи и бака в дроне, чтобы человеку не приходилось делать эту физическую часть. А привязка как-то к конкретному полю, координатам осуществляется? База данных? Конечно. У нас, во-первых, своя РТК-станция в комплексе. Когда комплекс приезжает в поле, есть дрон-миссии и дрон-опрыскиватели. Дрон-миссии вылетает и делает облет поля, фотографирует его и по воздуху одновременно передает на нашу станцию, где идет шивка, уже для того, чтобы передать эту карту, шитую точную, на дрон-опрыскиватели распределить. То есть вот такой вот пайплайн. Спасибо. Еще не спасибо, я вот не понял в этой части. И как дальше после того, как дрон-миссии передал? Дрон-миссии передал, есть карта, потом… Это в этой части понятно, потом дрон-опрыскиватели полетели в поле. Да. Да, и как они летят, кто ими управляет? Уже никто не управляет. После создания карты поля и препятствий, дроны автоматически летают по распределению. Примерно что-то похожее сегодня рассказывали про кожу, что алгоритм определяет, как, куда лететь дрону. То есть тебе не нужно думать, какую площадь, где дрон, какой заходит. То есть это рой с автономным пилотированием, да? И дальность управления этим роем от базовой установки? Дальность управления ограничивается чисто законодательством. Технически это может быть до 25 километров, но так законом нельзя. То есть и большие поля тоже можно… Пять километров… А чьим законодательством ограничивается? Нашей страной? Частотами, ведь нельзя слишком сильно фонить. Законодательством нашей страны? Нет, всеми. Я имею в виду, что мы можем сделать так, чтобы его видели и на другой части планеты, если это делается по интернету. Но так… Законодательные барьеры в нашей стране и во всех других рынках, они в этой части существуют. Я бы не сказал, что это барьеры, это… Вызовы. Вызовы, да. Дроны летают, летают пять лет, растут, поэтому сама часть работает. То есть ее сейчас надо сделать уже применимой для интерпрайза. Ясно. Ну вот спасибо большое в этой части пояснили. Если, может быть, у кого-то из членов комиссии еще есть вопросы. Спасибо за… Да, я еще приглашаю, если есть вопросы, мы сегодня в три часа вот здесь рядом выезжаем в поле испытывать наши новые разработки. И можно все показать прямо физически, чтобы не спрашивать. Так что если… А что распалять будете? Мы распалять сейчас нельзя. Сейчас будем поднимать дрон-миссии, делать цифровую карту поля для того, чтобы потом уже ее распределять. Ясно, хорошо. Кому будет интересно, может посетить. Спасибо большое за живую яркую презентацию и очень хороший проект. Спасибо. Спасибо.